Приветствую! Сегодня мы будем говорить с вами об оправдательном приговоре по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Напомню, именно этой статьей предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от мобилизации. И именно этой статьей предусмотрено и наказание за уклонение в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Что интересного в этом приговоре? Интересное то, что суд признал этого человека невиновным в уклонении от мобилизации на основании его религиозных убеждений. Человека, а не суда, естественно. И мы с вами сегодня будем разбираться с тем, какие же нормативно-правовые акты дают вообще возможность вынести такой приговор. На что опирался суд в своем решении? А дальше мы с вами посчитаем этот приговор и посмотрим, как человек доказал свои религиозные убеждения. Чтобы разобраться в первом вопросе, конечно же, мы начнем с вами с Конституции Украины и будем изучать ее 35-ю статью. Статья 35 Конституции Украины в первую очередь фиксирует право человека на свободу мировоззрения и вероисповедания. Но для нас главное даже не сам факт фиксации этого права, а совсем другое предписание статьи 35-й. Вот это предписание, где написано. И, конечно же, здесь кто-то уже говорит, Олег, стоп, но мы же знаем 64-ю статью. И там про 35-ю ни слова. Но имея в виду, что в 64-й статье Конституции Украины сказано, что не может быть обмежене права и свободы перед бачене статьями. И вот здесь есть перечень тех прав и тех статей, которые не могут быть ограничены даже во время военного положения. И 35-й статьи здесь нет. И, соответственно, кто-то может прийти к выводу, что в таком случае, в условиях военного положения, право, данное человеку 35-й статьей Конституции Украины, оно ограничено сейчас в Украине. Ну, я кто кажуть, Конституция на паузе, да? А вот и не на паузе. А сейчас мы разберемся, почему в этой части право человека не ограничено. Как мы с вами знаем, военное положение в Украине введено соответствующим указам президента. Вот он сейчас у вас на экране, и мы здесь почитаем его третий пункт. И здесь написано, что у связи с введением в Украине военного стану тимчасово на период дії правового режима военного стану Можуть обмежуватися конституційні права и свободи людини и гражданина, передбачені статтями 30-34, 38-39, 41-44, 53. Якою статте тут нема? Правильно, 31-й. То есть, когда вводилось военное положение, президент в соответствии с требованиями законодательства указал, какие же права могут быть ограничены во время военного положения. И право на замену воинской службы альтернативной, которое закреплено в 35-й статье, не ограничено. Почему? А потому что вот здесь нет, в указе президента не указана эта статья 35-я. И, соответственно, что? Соответственно, что? Вот это предписание статьи 35-й, оно является действующим на сегодняшний момент. И, конечно же, конечно же, здесь есть вопрос у вас какой? А есть ли закон об альтернативной службе? И у меня есть ответ на этот вопрос. Да, есть. И сейчас мы с вами его посмотрим. Вот этот закон про альтернативу, ну, на військовую службу. Но в чем проблема этого закона, мы сейчас увидим. Проблема заключается в предписаниях статьи 1. Здесь сказано. Альтернативная служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової службы и має на меті виконання обов'язку перед суспільством. Думаю, кто-то из вас уже однозначно заметил, что же здесь главное и в чем заключается проблема. Вот здесь. Строкової військової службы. То есть альтернативная невоинская служба, она в соответствии с законом предусмотрена только для замены срочной воинской службы. А это означает следующее. Когда человек приходит в ТЦК ЕСП и говорит, вот у меня повестка, я явился, я пришел, но я по религиозным убеждениям не могу быть призван в связи с мобилизацией, я не могу проходить воинскую службу. И поэтому прошу заменить воинскую службу альтернативной. Вот здесь ТЦК ЕСП вспоминает о Конституции и говорит, а знаешь, мил друг, у нас же есть статья 19 Конституции Украины, где написано, что мы можем действовать только в тех пределах, которые предусмотрены действующим законом. А закона об альтернативной службе во время мобилизации нет? Нет. Значит, мы не можем тебе ни отсрочки дать, ни заменить тебе альтернативной службой. Ну вот здесь они, знаете, как сразу вспоминают о статье 19. Вот там в бусике с повестками они почему-то об этом не помнят. А вот здесь они вспоминают сразу. И все, и человеку отказывают в замене воинской службы, не воинской альтернативной службы, и человека передают в полицию, как уклониста. Но, но, есть судьи, которые знают Конституцию. И мы сейчас будем знать, что написано по этому поводу в Конституции. И посмотрим мы с вами статью 8. Вот эта статья. И в части 3 ее написано следующее. Нормы Конституции Украины Ее нормами прямой идеи. Звернение до суду для захисту конституционных прав и свобод людины и громадянина безпосередньо на представе Конституции Украины гарантуется. А это значит, что если Конституция Украины предусматривает какое-то право человека, но при этом нет ни закона, ни подзаконного акта, который бы детализировал это право, определял порядок его реализации, то человек все равно может обратиться в суд за защитой этого права, используя только нормы Конституции Украины. И благо, что есть судьи, которые знают эту норму, используют ее. И теперь мы посмотрим с вами этот приговор. Вот он. Вынесен он 12 января 2024 года Бориспельский мискрайонный суд Киевской области. И, к сожалению, здесь нет фамилии судьи, чтобы мы знали этого без преувеличения героя, который выносит такие приговоры во время мобилизации. Итак, ситуация здесь абсолютно стандартная. Абсолютно стандартная. И она простая. Людина, вот что мы знаем о ней, что он прошел в ВКК, которая признала его здоровым и придатным до ВС. Далее была складена повестка, ось, далее написано, 12.06.2023, складена повестка про явку особи на поставку військовозобов'язаних на військову службу до 184-го навчального центру ЗСУ за призовом по мобилизації. Далее читаем. В той же день особа 4, перебуваючи у примещения ТЦК ЕСП, відмовився від отримання складеної повістки, про що працівниками було складено відповідний акт. Згідно вказаної повістки особа 4 мав прибути до ТЦК ЕСП. Ну а дальше, конечно же, ТЦК ЕСП сообщило об этом полиции, уголовное производство было открыто, прокуратура поддерживает обвинения и передають это дело в суд. Но у человека, понятно, есть и защитник, и они тоже подають документы. И вот здесь мы сейчас посмотрим, что же человек подал, да, как доказательство своих религиозных убеждений. И вот здесь это и указано. Была предоставлена копия довідки, яка видана Головною керівного комітету релігійної організації Релігійний центр свідки Єгови в Україні. И там было зазначено, что особа с 1998 року является присвященным, охрещенным служителем Релігійної організації свідки Єгови в Україні. І якщо ми почитаємо, то ми увидим, что именно вот эта справка і легла в основу того, що суд признал наличие религиозних убеждений у цього чоловіка. І, конечно же, якщо ми вот тут посмотрим, тут люди, безусловно, ссылалися ще й на практику ЄСПЛ. І суд це приймав во внимание, і суд теж ссылається на практику ЄСПЛ. Але головне, на що ссылається суд, це на статтю 35 Конституції України. І він признає действие цієї статті і даже в условіях воєнного положення. Ну і, конечно же, сам приговор, сам вывод суда. Здесь приговор, видите, достаточно большой, ссылочку оставлю, ви зможете з ним ознакомитися в полному об'ємі. Но нам главное что? Главное понять, какое основное доказательство было в суді і понять решение суда. А оно вот такое. Визнати невинуватим у предъявленому йому обвинуваченні передбаченому статтею 336 Кримінального кодексу України та виправдати у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. І вот здесь ми с вами видим, що Конституція не на який, не на паузі. Конституція продолжає работать, і люди можуть реалізувати свої права. І благо, у нас є судейський корпус, і ці люди готові даже в условіях некого такого, може, политического, морального давлення на них. Несмотря на то, що в стране воєнне положення і мобилизация, ми видим судей, які признають за человеком право на отказ от воїнської служби по религиозним убежденням. І вони кажуть, що такий отказ не является преступлением, що ці действия взагалі нельзя признавати тому, що це прямо предусмотрено Конституцією України. На цьому у мене все. Якщо ви считаєте, що данна інформація була вам полезна, ставте лайк, підписуйтесь на мій Ютуб-канал. Також приглашаю вас в свій Телеграм-канал. Ссылочку на нього, а точнее названня його ви видите сейчас вот здесь на екрані. Буду рад вас там видеть. Традиціонно пожелаю вам удачі, благополучня і, конечно же, мира. Пока-пока.